Друзья, всем привет! Чизкейк.ру, видимо, хочет моей ангины. Календарное лето наступило, ну и настоящее лето, все, уже жара. Посмотрите, сколько это все мороженое! Никаких пончиков, никаких тарталеток и прочего нету. Вот это все коробки с мороженым. Я не знаю, куда это все девать, как это все съесть. Придется целый день питаюсь одним мороженым. Погнали! Боже мой! Оно все поступает и поступает. Это какой-то зажор. Это завтрак у нас, да? Такой мощнейший. Ё-моё! Куда это? Это вот я сразу вспоминаю сериалы. Девушка сидит в печали, смотрит какие-нибудь фильмы без перерыва вечером и объедается вот мороженым. Оставим на всякий случай. Пусть будет. Вот интересно, что за глинтвейн. Надо попробовать. Ну, начнем вот с этих. С маленьких. Я вчера в морозилку запихивал. Неж. Ну, красивое. Это просто произведение искусства практически. Какао. Посыпано сверху. Смотрите, такое сердечко, да? Нежное. Основание у него шоколадное. Внутри оно шоколадное и посыпано еще какао. Опа! Что это у тебя? Сосед подарил. Пригласил меня на сбор жимолости. Я пошел. Ну, так вот соседи уже жену приглашают. Сосед. Посмотрите, друзья, что у меня здесь происходит. Чтобы освободить холодильник, для старые запасы чизкейк-ру пришлось достать. Так вот живем от привоза до привоза. Короче, вот это мороженое, это самое сумасшедшее из всех. Это что-то в стиле японского живого шоколада Ройс. Кто пробовал японский живой шоколад, тот поймет, о чем я. Кто не пробовал, возьмите вот это мороженое. Поймете. А кто-то мне писал, Саныч, проживи там неделю. Ну, неделю на мороженое невозможно, там неделю на сладком. Это тоже, это все смерть. Но денек можно себя побаловать. Привет доктору Айболиту, привет Ангине. Весь день ем Ангину. Только шоколад вот это называется. Три порции идет, сливочная, только шоколад. Это как Ройс, живой шоколад. Друзья, ну и по традиции, мой личный промокод на чизкейк.ру. Еврей 24. Вводите его на сайте, который сможете найти в описании, либо в первом закрепленном комментарии, что это вам дает. Первое, супер скидку 20% на все от черной цены на сайте. Второе, бесплатную доставку от 990 рублей. Третье, подарок на выбор. От 390 рублей пончик, от 1390 мороженое. Или от 2590 рублей чизкейки, тарталетки, торты. Ну и конечно же бонус. Второй подарок при оплате по QR-коду от 1990 рублей. Сразу предупреждаю, подарок не отобразится в корзине, так что не волнуйтесь. Все будет. Ну а если ваш заказ составит от 3490, сразу три подарка будет в заказ. У ребят появились новые наборы мороженого ассорти от 399 рублей. Освежающие льды с удивительными и необычными вкусами. Фруктовые сорбеты в порционных стаканчиках с ложечкой. То, что надо в летнюю знойную жару. Друзья, на все новинки действует 20% скидка от черной цены на сайте. По моему промокоду Еврей24. Ссылку и промокод ищите в описании, либо в первом закрепленном комментарии. И спешите охладиться выгодно. Кассис Рояль. Сливочное ванильное мороженое с черносмородиным сорбетом. Сверху покрыто черносмородиным пюре и кусочками белого шоколада. Это вот оно, Кассис Рояль. А названия-то какие? Слушай, ну это в кафе можно поставлять вот такие, да? Они поставляют в дорогие французские рестораны. А, ну это сорбет. Или щербет, как правильно? Ну вот так, так можно. У нас это щербет, у иностранцев это сорбет. Чем щербеты мне нравятся, вот эти сорбеты? Они не такие сладкие, как обычное там сливочное мороженое в стаканчике в рожке. Посмотри, друзья, вот просто посмотрите. Внутри у него, да, черносмородина этот. Произведение искусства. А что у нас по глинтвейну? Смотрите, мы вскрываем, а тут написано, нельзя купить счастье. А мороженое, Сальвадор, можно и даже нужно. Интересные у меня такие штуки. О, вот это да! Это глинтвейн у нас. Вот это фрукты. Типа цукаты. Да, не типа это и есть цукаты. Цедра. Апельсина. И ешь, как будто бы пьешь глинтвейн. Первый раз такое пробую, мороженое со вкусом глинтвейна. При вкусом корицы, гвоздики. Ну, как настоящий глинтвейн. Себя нужно баловать. Согласен. Это от той же марки, Сальвадор. Пинта мороженого. Из чего оно сделано? На ржаном солоде. Это что, со вкусом пива? Мороженое со вкусом пива? Мороженое сливочное с экстрактом ржаного солода. Со вкусом стаут. Декорировано шоколадным наполнителем и карамелью кранч. Хрустящая, да, карамель? Да, солод прям чувствуется. Такое мужское мороженое. Вот это лучше, чем глинтвейн. Тут даже вот бокал пива нарисован какого-то. Стоим в поселке, у нас раздаем мороженое. Потому что у нас весь холодильник забит. Вообще, уже все. Все, что можно. Пельмени оттуда выкинули. На вечер ребрышки выкинули. И вот раздаем. Чуть-чуть люди подходят. Я бы сейчас какое-нибудь съел. Оставь сливочное, мало осталось. Да, сливочного мало оставим людям. Какое бы? Давай с тобой пополам. Да я не хочу. Да? У меня дома целых холодильников. Друзья, это клубника, банан и внизу лайм. Пока бы добрался только до клубники. Ну-ка. Банан. Ммм. А внутри он лайм. Освежает. Вот это хочу еще попробовать. Интересное. Такой шарик. Шоколадный шоколад. Ну, это вот как сердечко, типа, да. Но внутри оно еще вот. Ммм. Не. Какая-то ореховая крошка здесь. Это интересно, колобок. Ну, а ты кто? А, это от другой же компании. Дело в сливках. Пломбир, инжир. Это контора, дело в сливках, да? Полярис. Новосиб холод. А-а-а. Ну-ка. Ммм. Тут прям кусочки инжира. Семечки эти инжировые. Ну, нереально сладкие. Вот для сладкоежек, кто обожает сладкого, или бывает, знаете, до трясучки хочется сладкого. Вот это вот. С инжиром, с кусками. Для тех, кто любит. Думаю, зайдет. Но это не моя тема. Эти инжиры. Моя тема это вот. Иностранное мороженое. Откуда оно производится? Это настоящая джелата. Да? Бельгия. Вот это зеленый чай. Знаю, японцы обожают этот зеленый чай. Да. Зеленый чай. Не горчит. Абсолютно. Куда столько мне мороженого? Я не знаю, что с ним делать. А есть еще зеленое мороженое, которое с матчей. Не просто с зеленым чаем вкуснее. Килограмм 320 грамм. Это вот. Ну-ка, здесь что у нас? Виноград красный и белый. Прям с виноградовым настоящим вкусом. Как будто свинишком. И куски винограда. Вот. Подождите, это даже... Не. Это не изюм. Это прям куски цельного винограда порезаны. Так. Зеленый чай в сторону. Вот это мой фаворит. Он в детстве обожал виноградную жвачку. Корейскую. Это все съем. Это мое. Я его сейчас прям подпишу. Саныч. Мое не трогай. Мое ни в коем случае не трогай. А это что? Какие-то орехи, да? Соленая карамель. Карамель, орехи. Сливочное мороженое с фундуком. И кусочками фундука в сахаре. А, это... Это, короче, кусочки фундука еще в сахаре хрустят. А не карамели. Такой, кто любит ореховый вкус и вкус фундука. Number one. Это, конечно же, вот этот. Грейп. Потом фундук и зеленый чай. Но зеленый чай нет-нет. Бывает в охотку его прям как... Потому что освежает хорошо. Я что-то... Я не смогу весь день. Друзья, на морожене, честно. Это все при ее тангине. Ладно, пойдемте делами заниматься. А, надо помочь Скоробейкиной собрать жимолость. Короче, если килограмм соберем, можно будет варенье сделать. Офигеть, друзья. Жимолость отдали. Потому что падает, да, уже вся? Да. Ё-моё, давай собирай Скоробейки. Ну, собирай. Я уже вон сколько собрала. Сейчас я попробую одну. М-м-м, вкусненькая. Ребят, все мороженое съесть, но просто не в человеческих силах. Но надо к этому стремиться. Это кокосовое, да? А здесь что такое интересное? Мороженое в ананасе. Так, из вот этого Щербета сейчас мы позаимствуем ложечку. М-м-м, чисто ананас. Как будто взяли ананас. Пробили его в блендере вместе со сливками. И потом вот сюда вот залили. Еще и кусочки ананаса добавили. Это очень необычно, очень вкусно и освежающе. Одно из любимых ананас. Здесь, смотрите, печать из шоколада. Да вот для любителей кокоса. В кокосе кокосовое мороженое тоже самая история. Как будто взяли кокосовое тело, вот это белое, да? Кокосовую мякоть. Со сливками в блендере. Сгущёнки. И вот, получилось. Скоробей вот. Она любит кокосовое, баунти, вот эти все дела. Кокосовая стружка прямо здесь. Это для нее. Мне из таких фруктовых больше вот ананасовое нравится, либо вот лимонное. Вот, ребят, смотрите, какой у нас урожай подоспел. О! Колючие такие. Ох, как базилик свой пахнет-то невероятно. Это нифига он на рот. Между кокосовым и лимонным я выберу лимонное. О, вот мое вот это любимое. Кокосовое твое любимое, да. Ананасовое мое. Вот это вот прямо освежающе тоже, как щербет, сорбет. Кроме лимона у меня еще в морозилке лежит в апельсине. Что-то, мне кажется, с поджелудочной проблемой начинаются, друзья. Ну, как целый день на этом? Да? Вот, написан тут сорбет. Сорбет манго-маракуйя. Прям манго-маракуйя. Как будто манго-шейк с маракуйей. И добавить льда. Очень вкусно. Прям вот настоящий вкус манго-маракуйя. Если кто пробовал, шейк. Сочетание беспроигрышное. Да, очень сладко. Сочетание беспроигрышное. Манго и маракуйя. Вот это мои самые любимые тоже рожки. Все понаткусываешь. Вот это с чем? С гранатом? Ох, без растительных жиров даже написано. Это я обожаю. Вот это еще красный глинтвейн. Такое я тоже ела в том году. Короче. Вот это вот. Я что-то увлекся прям. Это не оно. Это вот это. Грецкий олег. Икреновый сироп. Я думаю, что за божественная вкуснятина. Икреновый сироп. С грецким орехом. Очень сочетается. И само мороженое такое в стиле, как крем-брюле больше. Слушайте, ну вот это сальвадор глинтвейн. Я же уже пробовал. Да? На завтрак. Только оно было в бочонке. Да? Такой же даже цедра вот сверху. Цедра мандарина. Вот это вкуснятина. Я объел уже все цукаты. Из шкуры мандарина. Для тех, кто хочет попробовать что-то новое и необычное. Глинтвейн. Это ваша тема. Особенно, если вы любите глинтвейн. Это что такое? Монстры на каникулах? Ну такое для детей мороженое интересно будет. Смотри. Прикинь? А мы тут, ребят, раздали часть мороженого. Дети были довольны. Дети очень довольны были. Короче. Обливка из малины. А внутри банан. Представляете? Вот этот хочу эклер попробовать. Эклериссимо. Эклерита. Эскимо зефир. Как это так? Что это за эскимо с зефиром? Там не кусочки зефира. Как вот нарисовано. А сверху. После шоколада идет слой зефира. Тянущегося вот этого. А потом идет, ну тянется. А потом идет мороженое. Что только не придумают. Любите вы зефир? Прям вот тащитесь по нему. Вот это ваша тема. Хочется что-нибудь такого нейтрального. И дальше работать. Жара. Во, пахнет вишней. А это прям яблочком пахнет. Это шербеты эти, сорбеты. Десерт сбитый, замороженный. Фруктово-ягодный с вишней. Прям кисленький такой. Ну это как, это фруктовый лед же, да, типа. Помню, когда фруктовый лед в детстве только появился. Поначалу только вот такие были. А потом появился фруктовый лед. То я думаю, бэм, нифига, что за тема. Крутая. Особенно на жаре его ешь так. Прям вкусненько было. И вот детям давали мороженое. Они говорят, а можно два взять? Вот целой коробкой вышли со скоробейкиной. А можно два, да? О, и фруктовый лед есть. Да, есть фруктовый лед. Берите. То есть дети до сих пор любят фруктовый лед. Фломбир из свежих сливок 15%. Во, вот это вот я понимаю. Им вот эти вот в стаканчиках красивые. Видите, какой, посмотрите. Детям такое не нравится. Я ребенку дал. Он весь стаканчик объел, а мороженое не стал. Он просто любит всякие хлеба, булки, печенье, макароны. Вкусное, хорошее, добротное шоколадное мороженое. Ну, а я вспоминаю, ходили в парк в детстве. Стояли тетушки, мороженщицы, продавали это мороженое. Вот что-то из детства. Тут даже написано. Мороженое, пломбир, шоколадный, в вафельном стаканчике. В скобках. Как было. В кавычках. Как было. Я вот реально вспомнил, как оно было. Видимо, я старею. Как бабка уже стал. Вот раньше, а раньше было. Вот раньше трава зеленее была. Просто какие-то вещи нас могут отправить вот в это беззаботное время, в детство. Это приятно, да? Как было. Надо тещи с тестем выдать, чтобы они вспомнили, как было. Настоящее скоробей мороженое. Даже написано, как было. Из сливок 15%. Нет. Такой обед, я не знаю. Ребят, не переключаемся. Встретимся на ужине. Как говорится, лед тронулся, господа. Все, здесь вот небольшой будет котлованчик. Дренажная система. Вот эта вот бочка. Срежу ее, да. И пойдет в нее раковина. По совету подписчиков, или подписчика, не помню. Кто-то сказал, типа, Саныч, скашивай траву и сразу ее затаскивай. Так и начал делать. Ленту от мух также по совету сделал. Потому что какие-то гниды прогрызают. Откладывают личинку. И личинка потом вот так внутри листа живет. Но я вручную это все подавил их. Почитал бабок. Там есть особый кластер в ютюбе бабушек. Они говорят, вы оторвать все листья. И сжечь за пределами участка. Но я вручную. А тут у нас туи растут. Вон та туя уже выше меня стала. Эти почему-то поменьше. Вот это вот просто. Я за ней буду ухаживать до конца своих дней. Когда в Москву переехал. Еще раз расскажу историю, кто не знает. Первый мой Новый год в Москве. 2016 год. И я на кассе в Дикси за 100 рублей купил елочку. Посмотрите, что с ней случилось. Она потом на балконе в Москве стояла. Что-то думали, померла, засохла. Но не стали ее выкидывать. Потом сюда привезли. Она вроде ожила. Пересадили ее побольше горшочек. Она опять померла. Думаю, да дай-ка я под пересадим ее. И вот она. Тру-тру-тру. Вот такая вот красивая. Елочка Конти. Из горшочка. Вот такого. Шесть лет ей уже. Вот так вот. Это, как говорится, посади дерево. Построй дом. Да и сына надо вырастить. И как-нибудь, друзья, расскажу вам про вот этого зверюгу. Настоящий породистый. АМГ. Последний из Магикана. 63-й. В-8 битурбо. 5,5 литров. Сейчас таких уже не делают. Это все. Это последний. Сейчас они все идут 4-х литровые. У него там еще какая-то батарейка вроде стоит. И чтобы добиться вот этого звука, звука выхлопа попкорна. Тра-та-та-та-та-та-та. Кто-то там динамики ставит под заднюю губу. Весь день ем ангину продолжается. Так, наверное, назову это видео. Здесь у нас пломбир шоколадный. Гостовский, да? Главхолод. Пломбир. Шоколадной крошкой. Пломбир крем-брюле. И пломбир классический. Ну-ка, с крем-брюле начнем. Короче. Крем-брюле вкуснейшая вещь. Прям классический вкус крем-брюле. Вот не пойму, какой я больше люблю. Шоколадная или с шоколадной крошкой? Наверное, все-таки с шоколадной крошкой. Не, с шоколадной крошкой. А, он еще ванильный. Блин, вот сейчас бы вот так вот. Все вот это вскрыл. И хлам-бам-бам. Вот эти пломбиры, это супер. Опа. Посмотрите, какой рожок. Здоровенный. Да. Шоколадная жопа. Вон, друзья, шоколадная жопка. Да, много шоколада там. А само оно из чего? Пломбир с фисташковым. В сахарном в рожке. Обязательно после мороженого чайком согреваемся. Ребят, если это был бы мукбанг какой-нибудь, то пришлось бы, наверное, полностью мороженое съедать. Но это, ну это вредно. Вот, что хочу попробовать больше. О, эскимо с соленой карамелью и арахисом эклерита. Масловая доля жира в молоко, содержащей части продукта, 10%. В том числе растительного жира 5%. Но вкус... В середине соленая карамель. Тут арахис. Что-то такое в стиле сникерса. О, знаю, многим вообще соленая карамель не нравится. Как типа сладкое можно с соленым сочетать. Вот это очень интересное. Это инжир и слива с миндалем. Это произведение искусства, да? Ну, я инжир не люблю. С карабельки, она прям вообще тащится по этому инжиру. Красители, концентрат, моркови и жженый сахар. Интересное решение. Ну, здесь больше абрикосовая чувствуется вот эта поливка. В жарке летний зной. А, здесь тоже шоколадом. Сейчас я вырву. Тоже шоколадом облита. Говорят, это делают, чтобы типа рожок не размокал. Ну, я видел дофигища рожков, которых внутри шоколадом не облита. И они ничего не размокают. Я сейчас чайка еще налью и под сериальчик доем вот это инжировое мороженое. Просто как Саб-Зиро в Мортал Комбате. Сейчас могу дышать холодом. Друзья, вот такой вот день. Да, понятно, полная реклама. Но вкусно, жирно, мне нравится. Так что присылайте на обзор побольше вкусняшек. Всяких мороженых, пирожных, тортов. Я буду сам есть, буду соседей угощать. Ребят, подписывайтесь на канал. Ставьте пальцы вверх. Что-то ангина. Да не, шучу, вроде все нормально. С вами был Сан Саныч Богомолов. Всем пока-пока и до новых встреч.